Когда в начале 21 века от Антарктиды откололся гигантский айсберг, ученые получили шанс заглянуть в ранее недоступный подледный мир. То, что они там нашли, стало настоящей сенсацией. На глубине, где веками не было солнечного света, оказалась вода, богатая минералами и пригодная для жизни. Эта область под айсбергом, укрытая льдом на протяжении тысяч лет, позволила исследователям зафиксировать формы жизни, которые, как считалось ранее, просто не могли существовать в подобных условиях. Но еще более удивительными стали спутниковые открытия. В последние годы с помощью миссии CryoSat и ACSat ученые обнаружили десятки так называемых активных подледных озер. Эти водоемы, скрытые под мильным слоем льда, могут периодически заполняться и опустошаться. Такое поведение воды говорит о сложной гидрологической системе под ледяным щитом. Данные были получены благодаря микроскопическим колебаниям поверхности льда. Когда под ним накапливается вода, ледяной купол немного приподнимается. Когда вода уходит, проседает. Это как дыхание скрытой системы, которую человек научился считывать из космоса. Этот факт меняет представление об Антарктиде. Это не безжизненная ледяная пустыня. Под ней динамичная, пока малоизученная экосистема. Но что именно она скрывает, предстоит выяснить. Следующий шаг – погружение в самую загадочную точку – озеро Восток. Подледные миры. Одно из самых удивительных открытий в истории исследования Антарктиды – подледное озеро Восток. Оно скрыто по четырьмя километрами льда и по разным оценкам изолировано от поверхности уже более 15 миллионов лет. Это не просто замерзший резервуар. Это целая экосистема, запечатанная временем. Ученые начали подозревать о его существовании еще в 80-х, когда радарные системы зафиксировали идеально ровную поверхность глубоко подо льдом. Это могла быть только вода. Позже расчеты подтвердили – озеро имеет длину около 106 миль и ширину до 30 миль. Это одно из крупнейших пресноводных озер на Земле. Самый интригующий вопрос – есть ли там жизнь? Прямого доступа к воде пока нет. Из-за риска загрязнения пробурить озеро полностью невозможно. Однако в образцах льда, извлеченных из так называемой аккреционной зоны, места, где вода озера снова превращается в лед, обнаружены сотни генетических последовательностей. Большинство из них принадлежат бактериям. Есть и те, что ранее не встречались нигде. Это дает основания полагать, что в полной изоляции, без света, при низких температурах могла возникнуть уникальная биосфера. Подледные озера – настоящие капсулы времени. Их изучение может помочь понять, как может выглядеть жизнь подо льдом других планет. А пока на Земле мы только подбираем ключ к этим тайнам. Но Антарктида скрывает и другие загадки, куда более массивные. Аномалии Уилкс-Лэнд В глубине антарктического континента под толщей льда восточной части Уилкс-Лэнд спутники зафиксировали странность. Участок диаметром около 200 миль оказался аномально тяжелым. Измерения показали гравитационную аномалию – зону с повышенной плотностью массы. Это место получило название «Антарктический маскон» от слова «масс концентрэйшн». Подобные масконы ранее были найдены на Луне и связывались с ударными кратерами. Ученые начали подозревать, что подо льдом скрыт след древнего метеоритного удара. Если эта гипотеза подтвердится, то это может быть крупнейший кратер на планете. Диаметр – около 300 миль. Возраст – около 250 миллионов лет. Гипотеза вызвала ажиотаж, ведь именно в этот период произошло массовое вымирание Пермского периода. Связаны ли эти события – вопрос пока открытый. Однако не все исследователи уверены, что перед нами именно кратер. Альтернативные версии – тектонические структуры, остатки древнего суперконтинента Гондвана или вулканические образования. Что важно, аномалия подтверждена сразу несколькими методами спутниковой гравиметрии, магнитометрии и радиолокации. Это реальный геофизический феномен, вокруг которого до сих пор идут споры. И хотя врата в подземный мир здесь никто не нашел, Уилксленд остается самой загадочной точкой на карте Антарктиды. А теперь настало время узнать, кто может обитать в полной темноте под мильным слоем льда. Жизнь в полной темноте. Как живет организм без света, тепла и кислорода? Ответ на этот вопрос ученые нашли именно в Антарктиде. В условиях, которые кажутся несовместимыми с жизнью, существуют устойчивые колонии микроорганизмов. Они обнаружены не только в пробах над озером Восток, но и в водоемах под ледяным щитом Западной Антарктики. В этих местах подо льдом расположены временные озера, где условия резко меняются. И все же, несмотря на давление, холод и полную темноту, там находят микроскопическую жизнь. Такие организмы не используют солнечный свет, фотосинтез невозможен. Вместо этого они питаются за счет хемосинтеза, получают энергию из химических соединений вроде сульфатов и железа, растворенных в воде. Некоторые из них также взаимодействуют с газами, выходящими из недр – метаном и водородом. Это делает их не просто выживающими, а адаптированными к условиям, которые ранее считались мертвыми. Удивительно, что подобные организмы найдены также в других экстремальных средах – в глубоководных океанических впадинах, гидротермальных источниках и даже в подземных шахтах. Антарктида служит естественной лабораторией. Она помогает понять, как жизнь может существовать на ледяных спутниках Юпитера или в подповерхностных океанах Марса. Это не фантастика, это наука. А значит, если жизнь существует здесь, под лед может скрывать куда больше, чем мы готовы себе представить. Осталось выяснить, что же такое ледяная стена, за которой якобы скрыта правда. Ледяная стена Термин «ледяная стена» часто всплывает в разговорах о загадках Антарктиды. В массовом воображении это звучит как гигантский барьер, закрывающий доступ к запретным территориям. Но с научной точки зрения это строго определенный природный феномен. Большая часть побережья Антарктиды – это ледяные шельфы. Они представляют собой плоские, но часто обрывистые выступы льда протяженностью в сотни миль. Высота этих ледяных фасадов может достигать нескольких сотен футов, что и создает впечатление неприступной стены. Пример – шельф Роса, один из крупнейших в мире. Его край – вертикальный ледяной обрыв, уходящий в море. Именно он стал прообразом легендарной стены, упоминаемой в теоретических сценариях «Миров за пределами». Формация таких структур – результат тысячелетнего накопления снега, его прессовки в лед и последующего движения в сторону океана. Когда лед достигает края континента, он обрывается, образуя шельф. Эти ледяные стены нестабильны. Они трескаются, откалываются, а затем вновь нарастают. Поэтому говорить о постоянной преграде невозможно. Тем не менее, первооткрыватели, наткнувшись на такие стены, действительно воспринимали их как барьеры. Это объясняет происхождение мифа о недоступности территории за льдом. Теперь мы понимаем, что стена – лишь начало. А дальше – история представлений, фантазий и открытий, которые сформировали образ загадочной Южной Земли. Истоки мифа о запретной Земле. Еще задолго до научных исследований на карте мира уже существовала загадочная Южная Земля. В античности философы считали, что для баланса материков должна быть огромная территория на юге. Ее называли Terra Australis Incognita. Эта идея просуществовала почти две тысячи лет. В XVI веке картограф Аронти Финей изобразил Южный континент как зеленую населенную землю. Его карту позже интерпретировали как доказательство существования древней Антарктиды без льда. Однако историки считают, что Финей просто дополнил карту на основе слухов и воображения. Многие старинные карты включали эту Южную Землю в виде догадки. Когда первые путешественники достигали южных широт и видели ледяные массивы, они воспринимали их как границы реальности. В этих образах рождалась легенда о запретной Земле. С течением времени миф усиливался. Легенды об Атлантиде, вымышленные географические описания и религиозные интерпретации смешивались в образ Антарктиды как территории, которую скрывают. И хотя позже были получены точные карты и первые фотографии континента, идея таинственного южного края мира укоренилась в массовом сознании. Именно поэтому любые спутниковые аномалии или закрытые зоны вызывают бурную реакцию. Истоки этих мифов в незнании и страхе перед неизведанным. Но история показала, что за легендами часто стоит нечто реальное. Это доказали первые рискованные, но важнейшие экспедиции. Первые покорители юга Переход от мифов к науке начался в начале 19 века. Именно тогда Россия отправила экспедицию Беллинсгаузена и Лазарева, которая первая обогнула и описала побережье Антарктиды. Это стало отправной точкой в истории освоения континента. В течение следующих ста лет туда отправлялись исследователи со всего мира. Британцы Роберт Скотт и Эрнест Шеклтон, норвежец Руаль Амундсен, американец Ричард Берт. Самым драматичным эпизодом стала гонка к Южному полюсу. В декабре 1911 года Амундсен первым достиг цели. Скотт, дойдя позже, погиб на обратном пути. Эти экспедиции положили начало систематическим исследованиям Южного континента. Участники оставили тысячи страниц отчетов, зарисовок и наблюдений. Они описывали ледяные стены, трещины, буруны и провалы, которые представляли реальную угрозу жизни. Ледяная стена для них была не абстракцией, а реальной преградой, с которой приходилось бороться каждый день. Они собирали данные о температуре, толщине льда, направлениях ветров. Эти сведения стали фундаментом для будущих научных исследований и картографии. Экспедиции показали, что Антарктида – это не край мира, а часть нашей планеты, полная тайн и научного потенциала. Но интерес к ней был не только научным. С середины 20 века за лед началась негласная борьба. Не за выживание, а за влияние. Геополитика и заговоры Антарктида не принадлежит ни одной стране. Этот статус закреплен в Антарктическом договоре, подписанном в 1959. Он запрещает военное присутствие, добычу ресурсов и закрепляет территорию исключительно за научными исследованиями. На практике это означает, только зарегистрированные исследовательские миссии могут работать на континенте. Все строго согласуется и контролируется. Но именно такие ограничения породили множество подозрений. Конспирологи утверждают, что ограничения прикрывают нечто большее – скрытые базы, артефакты или неизведанные территории. И хотя никаких доказательств нет, интерес подогревается закрытостью некоторых зон. В период Холодной войны интерес к Антарктиде усилился. Станции могли использоваться не только для научных задач, но и для наблюдений. Спутниковая разведка, атмосферные исследования, связь – все это имело двойное назначение. Многие страны стремились укрепить свое присутствие. США, СССР, Великобритания, Австралия – все создавали базы. Сегодня на континенте более 70 станций. Иногда разведывательные цели действительно пересекались с научными. Но никаких доказательств существования скрытых лабораторий или баз подо льдом обнаружено не было. Тем не менее, сочетание ограниченного доступа и высокой стоимости исследований оставляет место для домыслов. Особенно если добавить к этому странные спутниковые снимки. Когда спутник ошибается. Современные спутники способны снимать поверхность Земли с точностью до нескольких футов. Но даже при такой точности случаются ошибки интерпретации. Особенно когда речь идет о труднодоступных регионах вроде Антарктиды. На различных спутниковых картах пользователи замечают странные объекты. Геометрические формы, входы в лед, ровные полосы. Некоторые из них кажутся результатом разумной деятельности. Но в 99% случаев речь идет о природных формациях. Трещины во льду, освещенные под особым углом, могут выглядеть как тоннель. А плавные границы снежных надувов при обработке дают иллюзию прямых линий. Иногда сами спутники дают сбой. Цифровые артефакты, искажение изображения или сбой при передаче сигнала. Все это визуально похоже на технические следы. Хотя на деле просто ошибка в данных. Самый известный случай – туннель в скале, в районе земли Королевы Мод. Фотография распространилась по сети как вход в базу. Но позже ученые объяснили – это трещина, обрушившаяся внутрь, в момент частичного откола льда. Научное сообщество тщательно анализирует каждый подобный случай. Публикуются разъяснения, предоставляются исходные данные. Но сенсационные ролики выходят быстрее, чем научные публикации. И потому спутниковые артефакты – это удобное топливо для теории заговора, которые мы разберем в следующей метке. Теории заговора Несмотря на усилия науки, конспирология вокруг Антарктиды процветает. Сторонники таких теорий утверждают, что за ледяной стеной скрываются входы в полую землю, следы древней цивилизации или сверхсекретные базы. Самая популярная история – это таинственный дневник адмирала Ричарда Берда, якобы описывающий встречу с летающими объектами и цивилизацией подо льдом. На самом деле оригинал дневника отсутствует, а все цитаты – из неофициальных источников. Также распространена легенда о немецкой базе времен Второй мировой войны. Якобы нацисты построили укрепление в районе земли Королевы Мод, однако ни одна из экспедиций не нашла подтверждений этому. Еще одна теория – карта Пири Рейса. На ней созданные в 1513-м изображены очертания Южной Америки и части Антарктиды без льда. Но ученые давно доказали, что очертания были срисованы с других карт и деформированы. Популярность этих версий объясняется просто – Антарктида закрыта для большинства, а значит, удобна для фантазий. Проблема не в самих вопросах. Вопросы важны, но ответы должны основываться на доказательствах. И вот тут наука возвращается в центр внимания. Она не отмахивается от мифов, она объясняет. И чем больше фактов мы знаем, тем меньше места остается для вымысла. Наука против мифов Сила науки в проверке. В отличие от теории заговора, научные выводы проходят многоступенчатую верификацию. Каждый новый факт, прежде чем войти в учебники, подтверждается измерениями, публикациями и проверками других команд. Когда в интернете появляются сенсации о дырах во льду или таинственных базах, ученые сначала анализируют источник. Если это снимок, проверяют его координаты, время съемки, условия освещения. Один из примеров – круглая структура на побережье Антарктиды. Многие назвали ее куполом, но при проверке оказалось, что это обычный снежный бархан, сформированный ветром у края скалы. Форма – результат кругового движения воздуха. Подобных разоблачений много. Научные публикации, видеоанализы, рецензии специалистов доступны в открытом доступе. Но они редко получают такое же внимание, как сенсационные видео без доказательств. Также важно понимать, данные по Антарктиде публикуются регулярно. Карты ледников, отчеты о бурениях, результаты изучения подледных озер доступны на сайтах агентств НАСА и ИСА-СКАР. Ученые не скрывают информацию, они делятся ею. Но специфика региона и сложность терминов создают впечатление недоступности. Поэтому работа научных популяризаторов особенно важна. Они помогают переводить сложные отчеты на язык, понятный всем. Чем больше мы знаем, тем меньше пространства остается для мифов. А значит, следующая цель – понять, как мы изучаем ледяной мир и что еще предстоит открыть. Сквозь лед и тайны Чтобы понять, что скрывает Антарктида, нужны технологии, способные видеть сквозь лед. Одной из главных разработок стал метод радиолокационного зондирования. Аппараты, установленные на самолетах и спутниках, посылают импульсы в лед и фиксируют их отражение. Так ученые получили трехмерную карту подледного рельефа. Один из ключевых проектов – Bad Machine Антарктика. С его помощью удалось увидеть не только толщину ледников, но и подледные горы, впадины и русла древних рек. Также важны гравиметрические данные – измерение силы тяжести. Они позволяют находить плотные массы подо льдом, скалы, отложения, возможно, даже следы кратеров. Ледяные буровые станции, такие как российское на озере Восток или американское на озере Уиланс, предоставляют физические образцы льда, воды, бактерий. Каждый такой бур, как скважина в прошлое. Дополнительно используются инфракрасные спутники для отслеживания температурных аномалий, дроновая съемка и даже автономные подледные роботы, способные двигаться в воде под шельфом. Все это дает максимально полную картину того, что скрывает Антарктида. Но даже при таком техническом арсенале остается масса белых пятен. Каждый год ученые находят новые озера, фиксируют изменения толщины льда, замечают движения под поверхностных вод. И все это говорит о том, что ледяной континент не мертвый, а живой. Но главное, он открыт для изучения. И потому вопрос, что за ледяной стеной, больше не фантазия, а задача для науки. Что за ледяной стеной? Так что же на самом деле находится за стеной? Если смотреть с точки зрения науки, никакого запретного мира за льдом не существует. Вместо мифов – ледяные шельфы, подледные озера, уникальные бактерии и сложная геология. Антарктида – это не барьер, а окно в историю Земли. Здесь сохраняются следы древнего климата, изолированные формы жизни и, возможно, ключ к пониманию глобальных процессов. Стена – это образ, возникший из реальных физических структур, но обросший легендами. И эти легенды важны, потому что они отражают страхи и надежды человечества. Но за каждой легендой есть факты. И если мы хотим понять этот континент, нужно не бояться задавать вопросы и быть готовыми услышать ответ. Антарктида продолжает удивлять. Новые озера, найденные под мильным льдом. Жизнь, приспособившаяся к темноте. Аномалии, которые только начинают изучать. Никаких древних врат или скрытых городов пока не обнаружено. Но и без этого Антарктида остается самым загадочным местом на планете. Мир за ледяной стеной – это не скрытая цивилизация, а скрытая наука. И каждый новый шаг на этом континенте – еще одна трещина в стене незнания. В этом и есть настоящая интрига. Реальность оказалась не менее захватывающей, чем вымысел. И она открыта всем, кто готов в нее вглядеться.